Вот, рад вас их снова видеть. Будем работать со Священным Писанием. Давайте помолимся и скажем, Отец Небесный, мне нужно, и я прошу тебя, Твое Слово. Я открыт учиться, готов быть облеченным, исправленным, наставленным в праведность, чтобы быть Твоим Божьим совершенным человеком. Ко всякому доброму делу приготовленным. И жить для того, чтобы угождать Тебе и достигать людей. Аминь. Еще с вами сегодня говорить на тему благоволения. Сложное слово в понимании, но еще синоним этого слова угодить. Благоволение угодить. Более понятно нам по смыслу. Потому что благоволение это более такое древнее слово. Я прошу тебя, Господь, чтобы ты дал мне силу от любви с любовью от чистого сердца к Твоим людям, которых ты избрал для вечности, для своего царства. Аминь. В послании к Римлянам, 14 глава, 17-18 стих, они говорят, царство Божье, не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Физический мир, жизнь, физическая, основана на том, что человек кушает и пьет. Вот мы с вами всего сутки не покушали, и не пили. Кто послился, мы немножко испытываем уже дискомфорт. Но Библия говорит, что жизненное снабжение Царства Божьего, это праведность, мир и радость. Для того, чтобы осознать, и мы сегодня коснемся понятия или сущности праведности, потому что если мы понимаем, мы живем в соответствии с праведностью, то мы имеем мир, и мы имеем радость. И я хочу вам сказать, что на сегодняшний день не так уж много людей, которые живут в мире радости. Я имею в виду верующих людей. Я думаю, что когда мы с вами более детально разберем сущность слова праведность или праведник, на иврите праведник этот садик, то мы сможем с этим вопросом, но углубляясь с него, сможем на самом деле перейти, если мы не находимся в мире, вот в этот мир, в этот шалом Божий. Поэтому хочу коснуться одного интересного места в Писании и коснусь послания Якова. Давайте с вами откроем это место в Писании. Это вторая глава, конец второй главы. И обратимся вот сюда. Яков, вторая глава, сейчас открою и скажу вам, какой стих. Мы прочитаем текст с 21 стиха, немножко ниже. Хорошо. Сейчас будет небольшая интрига, наверное. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. И здесь сейчас будет вывод. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобный раб, блудница, не делами ли оправдалась, принявший соглядатый, соглядатый, извините, отпустила их другим путем. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Выше Иаков говорит умысел в 17 стихе, говорит, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Интригующее место в Писании. Вы знаете, читая послания, можно запутаться. На школе евангелизации, когда у нас приезжают стажеры, всем им даются такие карточки, которые они заполняют. И там задается такой вопрос. На основании чего вы спасены? и варианты. Вера плюс дела или неясно? Вы знаете, кто проходил школу. И вы знаете правильный ответ. Но здесь вот этот текст очень интересный. Иаков почему-то говорит, что человек оправдается верою и делами веры. не только веры. Что-то вроде может быть с богословием не так. Давайте еще один текст откроем. Потому что мы с вами касаемся вопроса праведности, статуса праведника. Знаете, невиновного перед Богом человека. Знаете, как мы можем прочитать в Римлянам пятой главе, что благодаря Иисусу Христу мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Которым именно Христом мы получили доступ в той благодати, в которой стоим и хвалимся. И хочу с вами открыть еще один текст. Пожалуйста, посмотрите. Это Римлянам десятая глава. Апостол Павел начинает следующим образом. Он говорит, братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение и посвидетельствую, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Вы можете себе представить, что нация Израиль, они не поняли праведности Божьей. Люди, которым верено Слово Божье, люди, которые ну, поверьте, имеют высшее образование в этом вопросе по сегодняшний день в течение уже трех с половиной тысяч лет. И вот Павел говорит, что они не поняли праведности Божьей. Очень это тоже сложный текст. Слово конец, которое используется здесь, в греческом языке, если сказать на наш язык, означает цель или место назначения. Я бы прочитал вам четвертый стих таким образом. Ибо место предназначения Торы ее цель Христос. Новое творение. Понимаете, да, уже немножко? Что-то евреи не поняли. Они усиливаясь поставить собственную праведность. То есть они вложили все свои ресурсы в банк своих дел. Хочу, чтобы вы меня услышали. Они хотели полностью исполнить всю Тору, чтобы на основании исполнения всех предписаний законов Божьих иметь доступ в небеса на основании своих усилий. Ни один человек не смог это сделать за исключением Иисуса Христа. Наше спасение основано исключительно на вере. Там нет никаких ваших дел. Ничего. Вы сейчас скажете ты противоречишь Иакову. Сейчас мы поговорим об Иакове. Я специально взял этот текст, чтобы вы начали более детально смотреть на то, какую мысль проводит Иаков. Иаков пишет уже не к людям, которые должны спастись, а к тем, которые уже спаслись. Вы здесь? Он не пишет, что каким образом человек приходит изначально к Богу. Потому что изначально каждый человек приходит исключительно верой в то, что сделал Иисус Христов. Эту веру он же и дает, наш спаситель. Начальник и совершитель веры. Можно на это услышать ваше ваше аминь. Знаете, на нас с вами заводится несколько книг. Ну, скажем, знаете, в силовых структурах называется Дело. Дело. Первая книга это книга жизни у Агнца, которую только он открывает, которую только он пишет. И там вписано только имя человека, который поверил в то, что Христос умер для него и воскрес, чтобы его оправдать на основании той лера, которую он дал ему, избрав его через благовестие. Мы все услышали от кого-то Ивангель. И вторая книга, второе дело, это книга вашей жизни. То есть это та книга жизни, где записывается ежедневно вся ваша жизнь, все ваши мотивы, все ваши мысли, все ваши слова, все вы поступки, может еще что-то, о чем я даже не подозреваю. То есть пишется книга вашей жизни. Вы знали об этом или нет? Скажите, как много людей об этом даже не знали? Поднимите руку смело. Несколько человек. Ничего страшного. хорошо. И вот Яков начинает свое повествование с того контекста, где я вам читал, с 22 главы книги Бытие, где Авраам, послушав Бога, приносит в жертву сына своего Исаака. И Бог принимает эту жертву, хотя Исаак остается живым и нетронутым. Вы знаете эту историю, читая книгу. Но если мы внимательно посмотрим на саму историю жизни Авраама, мы знаем, что он был призван, если мы возьмем главы книг Бытие, его Бог призывает, скажем так, 11-12 глава. Да? Согласны? В 15 главе, после поражения царей, освобождения Лота, Бог приходит к Аврааму и говорит, радуйся, Авраам, я твой щит, награда твоя велика. Авраам говорит Богу, Господи, что ты дашь мне? У меня нет детей, у меня нет наследника, и мой домочадец, или мой слуга этот, или Азер, после моей смерти наследует все. Бог ему говорит, нет, не наследует. И знаете, Авраам проводил молитву ночью, я так понимаю, потому что Бог ему говорит, выйди из шатра и посмотри на небо, можешь ли ты сосчитать звезды на небесах, столько будет у тебя потомков. Хорошая ночная молитва, где он встретился с Богом, общался с Ним, хорошее время. Итак, Библия говорит, что поверил Авраам Богу, это в 15 главе, я не помню стих, сейчас не буду листать Библию, и написано, это вменилось ему в праведность. И я хочу вам сказать, что никогда это не менялось, с книги Бытие до самой последней книги, Бог спасает человека, не на основании его добрых дел, а на основании веры в дела Иисуса Христа. Вы знаете, все наши дела до того, как мы веровали в Иисуса Христа, перед Богом не имеют никаких заслуг. Какие бы они добрые не были, сколько бы мы не сделали доброго, сколько бы мы не сделали хорошего, вместе с этим мы это делали, находясь абсолютно на территории тьмы. И Библия говорит, что мы это все делали не на основании того, что мы были возрожденными людьми, а на основании мыслей, страстей. Написано, что наши мысли, наши страсти, они управляли нами, и мы сами были по природе чада гнева, как и прочие, не имеющие никакой надежды, пока Господь нас не позвал. И так Яков говорит о делах. Он уже говорит о делах спасенного человека. Поэтому хочу вам сказать, что после того, как человек уверовал, и после того, как человек познал Христа, уверовав в Него, получив новое начало в жизни, теперь его дела начинают иметь очень важное значение. Можно так же услышать Аминь? Потому что ваше Аминь, я понимаю, что вы за мной следите, за моей мыслью. Теперь вся твоя жизнь имеет вес и значение, потому что вот теперь она станет той, скажем, жизнью, которая или будет вознаграждена, или будет абсолютно непринято все, что тобою сделана после того, как ты уверовал. Хорошо. Если мы прочитаем одно из самых известных мест, Иоанна 3,16, Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог любит всех людей на земле, возрожденных, христиан и невозрожденных, грешников, одинаково. Вы знаете об этом? Его любовь безусловна. Она основана исключительно на Божьем решении, на Божьем отношении к человеку. Да, Бог ненавидит грех, но Он любит всех людей. Но Божье благоволение к людям абсолютно разное. Вот это надо понять. Бог не благоволит ко всем людям одинаково. Есть люди, рожденные свыше которым Бог не благоволит. Я не хочу вас обижать и хочу вам говорить действительно с любовью. Но что вы сейчас чувствуете? Спросите сами себя. Да, вы любимы Богом, но это ведь не все. Угождаете ли вы Ему настолько, что Он благоволит к вам? И вот праведность, ее значение или ее суть жизни верующего человека после возрождения уже основана на послушании или на делах веры? Скажите вслух, дела веры есть послушание Богу. Если мы возьмем более детально это послушание воли Божьей, заповедям Божьим, предписаниям Божьим, требованиям Божьим. Хорошо, если мы возьмем такого человека как Ена. Это интересная личность, которая очень мало написана. И Библия говорит о том, что Ена ходил перед Богом. То есть его жизнь, его поступки, они возрастали в вопросе угождения Богу. И настолько он понравился Богу, настолько он угодил Богу, что Библия говорит, Бог его забрал. 11 глава посланник евреям говорит, что он получил свидетельство, что он угодил Богу. То есть он имел свидетельство, он четко понимал. Знаете, если мы возьмем этого человека, это ведь как далеко от нас по времени. Для нас цивилизованных людей, нам кажется, эти люди как динозавры какие-то. Но этот человек ясно понимал, что он угодил Богу. Мы дальше можем прочитать 4 стих, 11 главе посланий к евреям. А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, что приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его он воздает. Уже подразумеваются дела, о которых говорит Яков, вера без дел мертва, как тело без духа мертво. То есть праведность в одних убеждениях после спасения не имеет жизни. Если ты убежден, что Бог тебя любит, ничего не делаешь, твоя праведность мертва. Вот это да! Буду ли я спасен? Посмотри на грешника на кресте. Я скажу так, возможно. Я не знаю, потому что я не стараюсь так жить. Не хочу так жить. И каждый день говорю Господу, потому что Римлянам 12.1.2 стала для меня сутью моей жизни. Я представляю Богу в жертву тела моего, чтобы познавать, что есть его желание в отношении меня. Я знаю, что многие молятся этим местом писания. Я хочу сказать, что вера возрожденного человека, которая просто убеждения и жизнь, где эта жизнь, она замкнута на личных интересах этого человека. Знаете, вот Яков говорит такие слова и бесы веруют. Что бесы делают в вопросе вождения Бога? Я вот этот момент меня сильно смутило. Знаете, меня что еще очень сильно смутило? потому что показателем насколько я угодил Богу есть свидетельство Божье. Какое же это свидетельство Божье? Много может усиленная молитва праведника, цадика. Человека, имеющего праведность, слышит Бог и отвечает. Не расстраивайтесь, в моей жизни масса неотвеченных молитв. Я очень много испытываю и я хочу держаться и я хочу видеть ответы Божьи. Если нет ответов, что-то идет не так. Хорошо, о ком идет речь вот эта усиленная молитва праведника? Это кто этот человек? Илья, помните? Кто был такой Илья? Илья, он жил на территории израильского государства, когда он разделил Сеудеи, во времена Ахава. И народ настолько впал и дал поклонничество, что он сказал, Господь, ты в твоей торе сказал, что если народ отступит, ты не дашь дождя, не будет урожая, земля окаменеет, станешь железной и медью небеса. И он помолился, и не стало дождя. Бог ответил на молитву праведника. Ахав даже не думал в эту сторону молиться. Вообще все было хорошо. если бы не этот Илья. Знаете, когда он встречал Илью, он говорил, ты враг мой. Но он был друг Богу. Правда ведь? Он был друг Богу. И когда Бог его снова посылает в Израиль, и он приходит туда, он уже знал, что Бог даст дождь. Он на горе кормил, насколько я помню, сооружает жертвенник. Он выливает воду, не для того, что, понимаете, для Божьего огня, сходящего с неба, вода немного значит, огонь все равно будет гореть. Но вода была жертвой. Он все делал по Слову Божьему. Он составил жертвенник по Слову Божьему. Он молился Богу. И написано, Бог ответил, пошел дождь. Это что-то невероятное, согласитесь. А вероятно ли было то, что Бог дает Аврааму задание отдать сына своего, ему в жертву. Что Богу нужны человеческие жертвы? Нет. Богу нужно абсолютное повиновение. Иногда он дает очень сложные задачи. И вы говорите, я не могу, Бог, зачем ты меня поместил в такое место? Это просто что-то для меня невозможно. Бог говорит, а как насчет моей благодати? Моя благодать посылается тем, кто выполняет мои задания. Это Божья помощь, Божье участие. Бог не просто рядом, он внутри тебя. Посмотрите на Моисея. Знаете, мы настолько привыкаем к этой личности, но Моисей это был человек, который осознавал, что Бог дает ему невероятную задачу освободить свой народ из египетского родства Египет по уровню того государства, той армии, системы и вообще самого оккультизма, этой оккультной системы, это было государство по мощи современным Соединенным Штатам, современной России, современному Китаю. Представьте государство, масштаб. Можете себе представить? И что же Моисей? Моисей думает, сломаем эту систему, Бог меня призвал, убивает египтянина, ничего не получается. 40 лет страданий, размышлений, где же я сделал эту ошибку? Полное опустошение. И приходит тот, кто создал мир, он говорит, теперь ты готов. Они идут, и через Моисея Бог уничтожает всю религиозную систему, всю военную машину, всю систему рабовладения, обирают весь Египет, освобождают народ из-под его рабства. Вы можете себе представить, чтобы такой Моисей пришел в Россию, в Китай или Соединенные Штаты Америки и сломал все идолопоклонничество, все рабство, всю несправедливость. Один человек. Какой масштаб? И посмотрите на Моисея. Моисей имел хорошую мирскую перспективу. Будучи принцем Египта, он мог и остаться принцем Египта. Но Библия говорит, что он захотел страдать с народом Божьим и поношение Христов посчитал для себя богатством. Что же он понял? Он понял, что его праведность, что он как цадик будет праведным и Бог будет участвовать в его жизни только тогда, когда он будет выполнять задания Божьи и делать те дела, которые Бог ему верил. Как много сегодня здесь сидят людей, возлюбленных Божьих, которые ничего для Бога не хотят делать, которые оставили свою ответственность. Почему я так с вами говорю? Я хочу вам бросить вызов, потому что ваша праведность сегодня может быть на совершенно нулевом уровне. Вы опираетесь только на любовь Божью. Но хочу вам сказать, не так много людей могут угодить Богу. Их не так много этих людей. Богу. Тем человеком, которым Бог 100% отвечает на все молитвы. Ведь это возможно. Бог Моисей отвечал 100%. Бог Иисусу Христу отвечал 100%. Бог Апостолам отвечал 100%. Посмотрите на Павла. Павел говорит, я трижды молю Господа, чтобы он удалил от меня Духа, который противостоит мне. Бог говорил, нет, ты сегодня в спортзале, сегодня у тебя тренажер с этим Духом. чтобы выработать силу, вырасти и победить его. И гордиться над Христа. Вы еще здесь или нет? Вот о чем говорит, о какой праведности идет речь. И это Божье постановление и Божьи законы. Знаете, Библия говорит о Давиде, что он взыскал благоволение. Давид вообще рос в очень негативной среде. И по идее он должен был стать в лучшем случае худым человеком. Отверженный семьей, отверженный нацией, отверженный царем, которому он служил. Но он сделал некоторые выводы. Я думаю, что он прекрасно знал ту фразу, которую Моисей, извините, Моисей, которую Самуил сказал Саулу. Пожалуйста, отправьте первую книгу царства, 16 главу. Хочу, чтобы мы увидели это место в Писании. Первая книга царства, 16 глава. Самуил приходит, потому что Саул проявил неполное послушание в войне с Амалихом. Часть он сделал того, что Бог сказал, часть не сделал, не захотел. Проявил своей воле. И он говорит, но я же Богу все-таки принес жертву или приготовил заклятое для жертвоприношения Богу. И вот Самуил говорит, что заклятое не приносит жертвоприношение Богу. Отвечал Самуил, неужели всесожжение и жертвы это 22 стих столько же приятны Господу, как послушанию глаза Господу. Послушание лучше жертвы, повиновение лучше Дуга Ому. Послушание и повиновение. Я думаю, что уже можно заканчивать в принципе. Потому что достаточно развита эта тема. Ну а я еще хочу коснуться с вами одного текста из посланий к филиппийцам. Во второй главе апостол Павел говорит такие слова. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит и действие и хотение по своему благоволению. Хотите я вам перефразирую это местописание? Только к тем, кому Он благоволит, только в них Он производит действия и хотения. Не раньше. Все остальные ваши действия и хотения согласованы только с вашей человеческой сущностью. Но не с Божьим проведением. если нет вот этого трепета перед Богом. Я хочу вам сказать, что современная церковь в большинстве своем не имеет трепета перед Богом. Но те люди, которые серьезно обожглись, сделали серьезные выводы. И я хочу вам сказать, по Библии у многих людей такой опыт. Они совершали свое спасение со страхом и трепетом, ожидая, что Бог произведет действие и хотение по своему изволению. Хочу вас спросить, как давно вы спрашивали Бога? Господь, что ты хочешь, чтобы я сделал? Господь, для чего, какой смысл мая жизнь? Для чего я живу в этом мире? помните? Еще один в облаке и в Моисее. И все ели одну и ту же духовную манну и все пили одно и то же духовное питье из последующего камня. Камень же был Христос. Помните этот текст, да? А что там дальше написано? Но не к многим из них благоволил Господь. Хорошо, а к скольким из трех миллионов благоволил Господь? Но если возьмем взрослых людей, поколение Моисея, ну, грубо говоря, мужчин и женщин возраста Моисея и детей, которые достигли 20 лет при выходе из Египта, ну, их было, скажем, полтора миллиона. Грубо, я так вот, по-быстрому считаю. Полтора миллиона, потому что остальные еще были дети. Они еще не подпадали под требования Божьей праведности в вопросе выполнения того, что он желал. А он желал, чтобы они от кады сварни двинулись напротив Иерихона и перешли Иордан и напали и заладили землей. Но они не захотели. Итак, скольким из полтора миллиона благоволил Бог? Сколько людей было? Два, вы знаете. Один из колена Ефрема, Иисус Намин, второй из колена Иуды, Халев. Все. Но эти два передали так суть вещей, что целое поколение молодежи взяло штурмом и завладело обетованной землей. Аминь. Сидя здесь, в этом зале, размышляя, возможно, может вам не хочется меня слушать, и такое может быть. Такое может быть. Может неприятно. Но все же я хочу тебя спросить, есть ли у тебя свидетельство, потому что оно должно быть, угодил ли ты Бог? И это не надо что-то надумывать, потому что здесь надо перелистать всю свою жизнь и посмотреть, делаешь ли ты то на основании веры, что Бог желает видеть в твоей жизни. Я хочу вам сказать, что для того, чтобы разобраться со всем этим, читать Библию и молиться не в счет. Это только для того, чтобы сориентироваться. Если вы скажете, я читаю Библию, я молюсь. Хорошо. Отлично. Это очень хорошо. Это надо делать. но ведь это не все. Это не те дела, которые Бог хочет видеть. Я сейчас не хочу говорить о том, о чем я всегда говорю. Вам надо взыскать руку Божью, лице Божье, помощь Божью. Я думаю, что всем надо нам проходить через покаяние в нашей жизни, потому что Он всех нас соделал служителями Нового Завета. Не буквы, но духа животворящего. Аминь. Мы все призваны в тело, чтобы служить. И не служить, так знаете, налегке, по желанию, когда хочу. Там нет никакого ни страха, ни трепета. Там нет ничего того, что Бог хотел бы найти в твоей жизни. Трепет перед Богом. Вы знаете, Давид мог прожить и так. Уже ковчег стоит в его дворце. И он говорит, я живу в доме кедровом. А Божий ковчег стоит в шатре под навесом. Он сделал навес из очень дорогих ковров. Нафан слушал Давида, говорит, делай то, что у тебя на сердце. С тобой Бог. Но Бог послал Нафана к нему, он говорит, так и говорит Бог. Передай ему слова мои. Сколько времени я ходил с моим народом Израиля просто в простой палатке. Но Давид не такой. Он мне хочет построить храм. Так вот, скажи, что я навеки посажу его потомкам, царем над царями и Господом над господами. Во веки он будет царствовать на этой земле. Аллилуйя. Что сделал Давид? Он трепетал перед Богом. Вы знаете, что не всегда все было хорошо в жизни Давида. С тем самым ковчегом вся эта история, когда он поставил ее как филистимлянин, ну да, как филистимлянин, поставил ковчег на воз. Но он начал изучать слово. Он начал искать воли Божьей. В чем сказать, Христос жил точно так. Вы знаете, когда Христос входит в мир, Бог, зная дело, которое еще не началось, когда при водах Иордана Христос крестится в воде, и Дух Божий сходит на Него, облекая Его силой свыше, и уже Он в Нем от рождения с неба был глаз. Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Вы знаете, у Бога есть язык любви очень простой. В Иоанна 14 главе Господь говорит, кто любит Меня, тот заповеди Мои соблюдет. И вот когда Он соблюдать будет Мои заповеди, Он будет возлюблен Отцом Моим, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Аминь. Пусть Бог вас благословит с этими мыслями. Чтобы вы осознавали, что после возрождения, после спасения праведность утверждается делами послушания, которые есть вера в Бога. Дела послушания есть вера. Это не просто убеждение. Хочу вас этим оставить, помолиться. Отец Небесный, я молюсь о Твоих выбранных, возлюбленных Божьих. Я молюсь, чтобы Твое Слово оно мобилизировало, оно созидало и назидало жизни людей. Я молюсь, Господь, чтобы мы на самом деле очень серьезно посмотрели на свою жизнь. Время короткое, не лукавое. Чтобы мы не просто хвалились, как написано в Писании, что мы имеем благодать независимо от дел, но чтобы мы еще и хвалились делами, которые мы совершаем в угоду Тебе, имея свидетельство, что мы угождаем Тебе, Господь. Я молюсь, Господь, чтобы мы серьезно пересмотрели, как мы ходим перед Тобой. Делаем ли мы угодные для Тебя в этом мире, поступаем ли мы в соответствии со священными Писаниями. Я прошу, чтобы Господь открыл наш ум к пониманию Писания. Я молю, чтобы мы увидели то, что знали апостолы, которые незамедлительно после исполнения Духом Святым пошли и начали строить Твою Церковь, начали строить новый храм, скиню Давида упадшую, начали служить Евангелием, начали достигать людей в мире, который их ненавидел, и они были верны, и верны Тебе до смерти. Господь, я молюсь, чтобы на самом деле мы достигали того уровня, в котором жил Даниил, в котором жил Сидрах, Месах и Авдинага, Господь. Я молюсь, чтобы мы понимали, что наша вера должна быть неотступной, она дороже жизни, как сделали эти юноши перед печью, которые засвидетельствовали свою веру и утвердили свою праведность, несмотря на все вызовы и опасности. Мы молимся, Господь, чтобы Ты созидал такую церковь, в этом доме хвалы и поклонения. Ты созидал таких людей, самоотверженных, посвященных, целеустремленных, тех людей, которые не заботятся о себе, заботятся о Твоем деле. Я знаю, что Ты всегда о нас позаботишься лучше, чем мы это можем сделать. Я благоставляю, Господь, пусть Твое слово проникает, вселяется, пусть люди запомнят то, что им нужно из этого слова. И я Вас благословляю, чтобы Вы поднялись на служение, чтобы Вы начали достигать своего призвания и предназначения, чтобы Вы были такими, как апостол Павел, который говорит, что в этой жизни Он стремится, все забывая, кроме одного, стремится к цели, высшей почести, звания во Христе Иисусе. Я также молюсь, Господь, чтобы мы выходили в смирении и в трепете, чтобы слова наших уст и помышления нашего сердца также были угодны Тебе, чтобы нам приобрести Твое благоволение. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Спасибо. Значит, принимайте только с...